Зовут меня Илья Чудеса. Да, это настоящая фамилия. Такая странная она. Бывает. 29 лет. Живу в Питере. Увожу я на самом деле уже больше 10 лет. В 2011 году я получил права. И практически сразу, наверное, недели не прошло, я поехал на маминой машине в Хельсинки на концерт Макмиллера. Это было достаточно круто. Мы съездили на концерт, потусили с ребятами и сразу же в ту же ночь я поехал домой. Вот. Не помню, если честно, говорил ли я маме, что взял я машину или нет. Это была маленькая фиолетовая Фиеста. Ну, впоследствии было достаточно много машин. Хотя Жигули это у меня первая. То есть я как-то обошел стороной отечественной автопром. Вот. И конкретно эту машину я купил специально для Монгол Ралли. Это не серьезное какое-то мероприятие. Это скорее вот прям потусить и круто проехать. То есть там участвуют малолитражные либо старые автомобили. В целом, учитывая то, что это именно Монгол Ралли, все-таки обязательно нужно было проехать Монголию. Хотя, по сути, там нет никаких правил. Ты можешь делать, что хочешь, и маршрута у тебя нет. То есть ты можешь хоть через Россию все проехать. И некоторые иностранцы так и делали. То есть они могли проехать весь маршрут за две недели. И, если честно, это, по-моему, мне очень интересно. Мы ехали по максимально странному маршруту. Точнее, по максимально сложному, наверное. То есть из Праги мы поехали в Альпы, потом Италия, оттуда на пароме в Албанию, оттуда Греция, Турция, Грузия, Россия, Казахстан. Потом был Памирский тракт. Это Узбекистан, Таджикистан, Киргизия. То есть мы ездили в приграничных территориях Афганистана. Такие очень самые, наверное, крутые пейзажи там. Вот. И оттуда уже опять Казахстан, Россия и Монголия. Вот. Мы проехали всю Монголию. То есть въехали в районе Алтая и выехали в Ланаде. Это было какое-то нереальное количество смены впечатлений. То есть ты вроде еще недавно был где-нибудь в Риме, потом ты в Албании, где очень прикольно. Потом Турция, Каппадокия, где эти невероятные шары. И причем, ну, я как-то по-другому открыл для себя Турцию, потому что я всегда как-то относился к ней, к этим звездочным курортам. Там все включено. Там очень много всего крутого. И Турция классная для автопутешествий. Таджикистан, Узбекистан мне очень понравились. Я просто был честно удивлен, потому что там очень много людей в Таджикистане и в Узбекистане. Они постоянно, даже если помощь не то чтобы сильно нужна была, но они прям очень хотели помочь. То есть я помню, у нас в Узбекистане были проблемы с бензином. Во-первых, они все ездят на газу. Во-вторых, там нигде нельзя расплатиться карточкой практически. И там какой-то мужик вроде возил нас совершенно бесплатно в поисках банкомата. Мы думали, что мы снимем деньги и чем-нибудь ему заплатим. Он такой, нет, нет, типа, ребят, вот, путешествуйте. Просто помог. Было очень классно. И на Памирском тракте. Там я знаю, что многие останавливаются даже у людей бесплатно. То есть люди впускают свой дом, потому что это такое сложное место. Там 4600 на дурненном море. Дышать было тяжело. Но машина ехала без проблем. Потому что инжектор, это не дурацкий карбюратор. Через год я поехал еще на ней до Марокко, до Сахары. Это уже не было каким-то официальным мероприятием, если это можно так назвать, монгол-рали. Мы просто с другом поехали. Тоже было очень круто. То есть мы проехали еще часть страны Европы. Ну, мне кажется, копейка почти во всех странах Европы побывала. Пересекли пролив Гибралтар на пароме и оказались в Марокко. Там доехали, собственно, практически до Западной Сахары. Покатались по пескам. Благо самоблокирующийся дифференциал – вещь. Везде вытащит. На самом деле я изначально искал машину прямо на убой. То есть, которую, если что, можно будет просто бросить. Но я как-то… Я достаточно холоден был всегда к Жигулям. Особенно к всей культуре низких Жигулей и прочего. Это было совсем не мое. Ну, блин, я увидел эти зеленые Жигули с красным салоном. Такой цвет, он прям… British Race Green. Что-то вроде этого. И я до сих пор воспринимаю эту машину не столько как Жигули, а как какую-то классическую итальянскую тачку. И я как-то очень ее полюбил. И, ну, я уже на моменте старта понимал, что я точно не буду ее бросать. Потому что я увлекся ее подготовкой и внешним видом и прочим. Она удачно все проехала. Какие-то совсем мелкие поломки были, но я могу сказать, что ничего серьезного. То есть, она достаточно надежна. Эти запасные колеса, которые на багажнике, которые прикреплены к багажнику, которые на багажнике. Не знаю, как правильнее еще это назвать. На самом деле, я использовал их всего несколько раз. Это было как раз-таки на Памирском тракте и в Монголии. Это резина-снежинка. Она на самом деле на граве очень круто себя показывает. То есть, именно на задней оси классно. Ну, на самом деле, я видел проекты с этим люком. Это рэктоп от Renault Twingo. Были как раз популярные Жигули, вот, заниженные всякие с этими рэктопами. И на другие машины он устанавливается. Это не так сложно сделать. Порезать крышу и поставить этот люк, ну, заняло у нас, мне кажется, полдня. Ну, учитывая то, сколько прошла машина и то, как она ездила очень быстро по страшным дорогам, гравийкам и пустыням, в целом пока все вроде ровно. Так что, у меня просто очень часто спрашивают, а не течет ли он, а не поведет ли кузов. Ну, я думаю, что если ребята будут использовать его в городской эксплуатации, то точно нет. Ну, и ощущение с ним, конечно, супер. То есть это же не просто люк, это прям панорамная крыша. То есть ощущение такой тарги или почти кабриолета. Здесь стоит двигатель 1.7 от Нивы, но он еще ставился на семерке, по-моему, и он инжекторный. На самом деле, помню, когда я ехал в Монголу-Рали, многие постоянно мне говорили о том, что на карбюраторе же проще, чинишь его на коленке. Я не знаю, честно говоря, как чинить карбюратор, как его настраивать. Тем более, что в моем случае в пути у тебя постоянно менялись страны и бензин. То есть где-то ты заправляешься сотым бензином, потому что нет, ничего хуже. А где-то у тебя что-то вроде 80-го с водой. И инжектор это все сам перестраивал. И как-то у нас никогда с этим не было проблем. У меня 5-ступенчатая коробка передач. Все-таки родная 4-ступка, наверное, лучше, учитывая то, что она еще прям крепкая, советская. Но когда ломается 5-ступка, у тебя просто исчезает 5-ая передача. В моем случае так было несколько раз. Но на трассе 5-ая передача очень нужна. У меня стоит редуктор с самоблокирующимся дифференциалом и передачным числом 3,9. Кажется, это от Шахи или что-то такое. Это все-таки не внедорожник, но с самоблоком она, в принципе, проезжает везде и всюду. А передачное число, ну, собственно, для увеличения максимальной скорости. Ну, не то, чтобы мне нужно куда-то прям гнать, но то, что она там на 100, 110, 120 не воет ужасно, это уже приятно. Блин, она очень удобная, потому что она очень надежная. Ну, то есть у меня были... Ну, да, на новой машине я бы, наверное, поехал куда угодно, но на какой-то просто бэушный 3-5 годовалый мне было бы уже стрёмно ехать 20 тысяч километров. Она бы наверняка сломалась так, что, ну, хрен ты ее где подчинишь. Старые машины ремонтопригодны. То есть если даже что-то ломается, это очень легко фиксится. А насчет комфорта, ну, когда она едет прямо и за день-два ты привыкаешь к шуму... Все нормально. Мне нравится. Мне нравится сидеть на этих сиденьях. Ну, пассажиру реально неудобно. То есть, когда ты едешь на пассажирском, ты маешься, у тебя нет подголовника, куда тебе деться. А когда ты за рулем, ты сконцентрирован. И, по-моему, сидушки суперудобные. Лучше были только в Porsche. Там они не меняются, по-моему, уже лет 40, стою больше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моя первая машина, это была Volvo S40. Она была, не знаю, мне кажется, трех- или четырехгодовалая. Я отъездил на ней полгода и продал, и купил себе Jeep Cherokee 87-го. Я понял, что это мне нравится больше. Впоследствии, кстати, у меня было еще два таких же Cherokee старых квадратных. Был Porsche 944. Я отъездил на нем два года в качестве повседневного автомобиля. Это было сложно, странно, но очень прикольно. Его я, кстати говоря, купил в каком-то ужасном состоянии в Тюмени и зимой своим ходом доехал до Питера. Потом еще, кстати, он... По технической части я почти ничего не делал, но машина доехала потом и до Берлина, и куда-то еще каталась на ней. 126-й Mercedes. Как раз он был после Porsche. Мне хотелось чего-то столь же старого, но очень плавного и комфортного. Ну, были какие-то и простые машины. То есть, у меня одно время был простой новый Volkswagen. Не знаю, я чувствовал себя таксистом. Кстати, тогда я тоже променял его на G. Это как-то случайно. Я вообще, мне кажется, мне нельзя покупать машины, потому что обычно это происходит так. Я вижу и такой, наверное, надо посмотреть другие варианты и выбрать что-то хорошее. Но я приезжаю и такой, блин, нет, это мне нравится. Это я беру. И пофиг что там, потом будем разбираться. Просто в большинстве своем это было удачно. Ну, были какие-то машины, которые оказались плохи, но ничего совсем такого ужасного я не покупал. Хотя, откровенно, я не сильно прям разбираюсь в технической части машины. То есть, когда ломается копейка где-нибудь в самой заднице мира, не знаю, можно ли так сказать, то, конечно, я ее подчиню, тем более, что она очень проста. Но так я не копаюсь сам. Нет такого интереса. Хочется ездить, хочется кататься. Я не знаю, на самом деле, как можно жить без машины. Ну, то есть, любая какая-нибудь дешевая, самая, которая ездит, мне прям очень нужна дорога. То есть, для меня поехать куда-то просто даже ночью, то есть, не какое-то прям путешествие, а просто прокатиться по... Чуть-чуть выехать за город. Это прям очень крутая терапия. То есть, как-то думаешь о своем, едешь, слушаешь музыку. Причем, когда едешь один, чаще всего слушаешь какую-нибудь стыдную музыку, ну, это и классно. Это прям важная часть жизни. Хотя, опять же, я бы ездил на любой тачке, если пришлось бы. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, сейчас машина в такой достаточно нестандартной расцветке, в плане ливрей. Там, такие новогодние олени. Я очень не хотел сидеть дома и есть оливье на праздники. И вот мы с другом, которым ездили в Марокко, решили сгонять в Мурманск. Ну, не столько в Мурманск, сколько в его окрестности. То есть, вот, Териберка, Заполярный, там, вот, приграничные территории с Норвегией. Там очень круто. И это, вроде, небольшое путешествие, но оно сложное и за счет этого крутое. Потому что, вот, в канун Нового года как раз, вот, морозы, дикие снегопады. И ты едешь на тачке 76-го года, заднеприводной, в самые-самые такие лютые места. И это очень круто. Всегда хочется, почему-то, каких-то сложностей. Не знаю, может быть, я немножко мазохист. Не то, чтобы я там как-то избалован Европой, но тоже путешествовал. Но меня прям сильно влекут страны вроде Монголии. Вот, туда бы я опять очень хотел вернуться. Мне кажется, у многих же есть какое-то ощущение, что Монголия – это что-то все равно близкое, вот, к Советскому Союзу. И все там должны знать русский, как вот в других странах. Но нет, там никто не говорит совсем по-русски. Очень мало кто говорит по-английски. У них кириллица, по сути, но совсем такая странная, непонятная. И там никто не знает жигули. Типа, серьезно, у них почему-то… Ну, у них до сих пор есть уадики, хотя в основном сейчас в Монголии все ездят на приусах. То есть, да, это кочевники, которые живут в юрте со стадом, но рядом с юртой, посреди ничего, стоит приус. Видимо, тогда еще бывали как-то москвичи, а вот жигули к ним, видимо, совсем не возились. В Марокко никакой опасности не было. То есть, это прямо такая цивилизованная Африка. Ну, есть там какие-то порошайки, то в основном это не местные, а беженцы откуда-то. В Казахстане мы сбили лошадь. Это был один из суперредких случаев, когда я пустил кого-то за руль, и мой друг такой, мы сбили лошадь. А я немного отключился, как раз спать лег. Но там на самом деле все удачно закончилось, то есть он почти успел оттормозиться. Это было такое предрассветное состояние, было еще темно. И нам еще и заплатили за это денег. Как странная страна. Ну, в общем, если там сбиваешь лошадь до пяти или до шести утра, то в этом и нам от хозяин стада. Но мы немного приукрасили значимость монгол-рали и вообще нас самих, полиции, и они нашли хозяина стада. Алтай просто невероятный, Байкал, Мурманская область мне очень нравится, Калмыкия. Если там не были, то да, езжайте, что делать. Еще. Тем более на тачке это как раз классно, потому что словно лететь в Калмыкию, ну и что там делать пешком? Гулять по Элисте, ну да, там прикольный парк. А вот на машине, да. Но страна-то большая, надо как-то кататься. Это странно, просто через интервью я думал, либо уничтожить эту машину, но сейчас куда реально она поедет? Ну, типа, за границей она не поедет явно очень долго. В России путешествовать даже не то, что не хочу, но все места, которые я хотел, я проехал. Но мне просто действительно прям больно на душе то, что она стоит постоянно на паркинге. И вот в ближайшее время я не представляю, куда можно будет ее отправить в путешествие. Да, на копейки я, наверное, только езжу в какие-то путешествия, либо вот могу просто немножко прокатиться ночью. По городу, блин, привлекает слишком много внимания. Да, в основном положительного, но и полиции. Конечно, машина очень легко попадает под эту печально известную статью 12.5.1. Там к чему угодно можно прицепиться. Вот. Но объективно там ничего такого прям криминального-то нет. Я же не супер какой-то нелегальный школьник-дрифтер. Во-первых, когда я даю права, они видят мою фамилию Чудеса, и сразу же чуть-чуть такая вот улыбочка появляется добрая. Даже если какой-то вижу все равно негатив к переделкам по машине, я начинаю говорить, ну это вот для путешествий. И начинаю там, инстаграм покажу, или там, посмотрите, у меня сзади на стекле карты, где машина была. Они говорят, ну езжай, путешествуй дальше, и вы путешествуете все. Это классно. КОНЕЦ